Всем привет, дорогие друзья, с вами Кавсида Юрчик, ребята, а сегодня со мной играет Димка Фёдоров, и это шоу-эксперименты и подъём по дуге в GTA 5 онлайн. Здарую всем, цены! Вкратце объясню правила для новичков, ребята, у нас есть дуга, которая состоит из 90 элементов, так сказать, да, ну, конечно, их всего лишь 10, но тем не менее, каждый элемент даёт плюс 5 баллов, ребята, и на самом верху можно получить соточку. Дуга из себя представляет где-то подъём в 90 градусов, поэтому, в общем-то, и 90 очков здесь можно заработать. А платформа, которая сверху даёт экстребал, ну, а по-другому, другими словами, просто 100 баллов сразу. Сюда доезжает очень редкое количество машин, как правило, это быстрые машины, читы, поэтому, ребята, наша задача с помощью рандома спаунить тачки и на них подниматься. Мы будем использовать абсолютно всё, что есть и в GTA онлайн, и всё, что есть в реальной жизни. Чем быстрее тачка, тем лучше, как правило, но, опять-таки, бывают лошадки, которые не едут, но у них просто дичайший зацеп, и они поднимаются очень высоко. Ох, нет. Не рандомные, а вот именно какие-то, может, читы, может, не читы, но, опять-таки, если ставить читы, то это будет нечестно, скорее всего, баллы зачитывать не будем, потому что, ну, читы, как правило, 99,9% все заезжают. Слушай, я прям ползу так себе, до 30-очки уже тяжело мне. У меня скорость 40, и я тоже ползу очень слабо, потому что всего лишь 30 поднял. Понимаю. Ну, 35, уверенно, 40 мм в час, я не уверен просто, что будет зацеп, в принципе, это электрокар, какой зацеп, там нет, куда его брать, мне кажется. У тебя всё-таки, как бы, машина посерьёзнее смотрится, и я, кстати, что-то прям вообще плохо, плохо при Иосу. Всё, сдох, я же говорю, всё, сдох. 5, 3, 2, 1, он просто остановился. 35 баллов, ребята, отвратительная машина в самом начале мне дропнулась, я забыл сказать, что кто уезжает дальше, ребята, тот имеет возможность заспамить 3 тачки, проигравшие 2. А, слушай, 40, да, вот, ребят, про это я и говорю, машина вроде медленная, но, опять-таки, зацеп есть, потому что, как бы, ну, внедорожник и должен иметь зацеп. И, слушай, ты давай тормози, ты уже 5 баллов отыграл, ещё десяточка будет. 39 постоянно. Ой-ой-ой, 10 баллов отыграл, ребята, у меня прям всё очень плохо, думаю, на полтинник залезет. Слушай, а можно как-то на серф тебе встать так? На доске покатать. А мне кажется, не залезет. Не знаю, ты за рулём, ты видишь спидометры, как машина себя ведёт, но я вижу, что тебе тяжко, и нет, на 10 баллов больше. Всё, сдох, ребята, наш спасатель Малибу. Что ж, ладненько, давай второй раунд. Я пытался. Пытался, ну, как минимум лучше, чем Prius. Prius хоть и поехал, но я сразу что-то подозревал, что электрокар сдуется. Скрамжет хорошо, скоряшку жмём только один раз, но, тем не менее. Так, чит, что ли? Чит, да ты издеваешься сразу две шикарных тачки. Вот на этом и скользи. И гелик. Так, ребят, ну это сильно. Танк и Ауди. Ауди плюс-минус неплохая. Танк, конечно же, мы считаем, но ехать на нём я не буду. Ну окей, поехали, давай погнали. Это у тебя изи 100 баллов, понятное дело, ребята. Ауди могёт. Без каких-либо проблем. Читы у нас все заезжают. Вопрос к РЭСке. Сколько отыграем? Если будет хотя бы 70, то уже плюс-минус неплохо. Но не знаю, не уверен. 168 постоянная скорость, и я вылетаю. Ну, понятное явление. Там лови сразу тачку, чтобы там ничего не крашилось у нас, а то бывает. РЭСка неплохая, но не самая лучшая, ребята. А есть вот такая же РЭСочка в таких, типа, камуфляжных этих, раскрасках. И она вот прям пушка. А эта что-то прям... Ну, сдаёт немножко, но у неё хороший зацеп. Я надеюсь, реально, ну, хотя бы на 65. Вот серьёзно, ребят. Бэтсейв, Икс, Варп Зон. Нормально так. Так, смотрим. У нас со спека на тебя. Блин, ну слушай. Интересно, конечно, всё, но тяжко. Тяжко, тяжко. Зацеп уже первый поймали. Ну, слушай, в любом случае, как бы, полтинник будет, но это в два раза меньше, чем это отыгрывать. Только читом, ребята. Эта рубрика давно известна, что вы, кстати, видите сейчас очки на экранах. Мы их не видим, но, тем не менее, я уже по опыту могу сказать, что если у одного выполчит, второму надо просто божить каждый раунд, иначе он его не догонит. Это просто не берётся уже. Так, слышал, РЭС, мне как бы на 60 надо? Алло, давай. Поехали, спокойно. Слушай, ну, с хорошим зацепом. 65 всего лишнее, всё, тормозись. Хороший зацеп. Если 60 возьмёт, будет шикарно. Возьмёт 65, будет вообще великолепно, ребят. Но в 65 я не верю. Потому что после 65 начинается прям жёсткий такой подъём уже. И не все машины могут. Так, тихо-тихо, зацеп. Ну ладно, 60 будет. Зацеп поймал на первой передаче, ребята. 40 баллов, как минимум, в плюсе. И после того раунда ещё десятка. Итого полтинник. Хе-хе-хе. Блин, полтинника-то много. Так, слушай, давай 65. Нет-нет-нет-нет. На 11 зацепило. Да, зацепило, зацепило. Красавица моя. Ну хотя бы, хотя бы. Не, резко хорошее. У меня вопросов не было к резке. Это, к сожалению, был, наверное, последний зацеп. Я не думаю, что если сейчас 11 был уже крайний порог, что, не знаю, там на 2-х, на 3-х поедет. Ну слушай, ползёт. Смотри, ещё разгоняется. Ну не разгоняется. 37, 36. 70! Ну вот про это я и говорил. Ну и всё. Здесь она, скорее всего, уже встанет. Но она свою задачу минимум выполнила, ребята. Конечно, не 70. А может... А не, 7. Может 75? Слушай, она едет. 33 вообще скорость не теряет. Да ладно. Шлифунт, давай, давай, давай. Давай. Да! Слишком хорошо поехал. Заехал, заехал. Достаточно для того, чтобы 75 баллов забрать. Ребята, очень хороший показатель. То есть, как бы, ну, 25 баллов это немного. Это терпимо ещё. Так, ладно. Ну да. Хорошо, давай. У тебя три машины, также у меня две. Феррари. Так, прицеп, конечно, хорошо, но нет. И F1. Так, это надо удалить. К сожалению, спайдеры что-то крашат у нас. А если быть точнее, у нас один. Но, тем не менее, вылези из машины. Так, 182 у меня там. У-у-у-у. Да что тебе так завозит-то сегодня, ребята? Супер. А вы джешка. А вы джешка очень хорошо. У меня Феррари плюс-минус. Поехали, попробуем. Но, блин, у меня всё-таки неполный привод. Да, это не Ритадорс, она не будет цеплять. Она, какая разница. Даже если она бы цепляла, она бы всё равно поехала. Тут цепляться-то нечем. Ну, у меня Феррари плюс-минус, ребята. Но, опять-таки, твоя, наверное, возьмёт 75 минимум. Тоже у тебя хорошая тачка. И она тупо на скорость её возьмёт. А вот мы сейчас посмотрим, что 612 скажет нам. Но, мне кажется, что, ребята, это не самая лучшая машина. Да не то, что не кажется. Я знаю точно, что это такая себе машина у нас. Но едет неплохо пока, как минимум. Так, ну, ладненько. Пишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, кто же сегодня победит. Несмотря на то, что сейчас пока что преимущество у Димона. Но, может быть. Может быть, рандом скажет, типа, опля. И всё, и поменяется всё. Такое бывает. А 55 уже даже у тебя. Да, хорошо ползёшь. Прямо вполне неплохо. Через тернии к звёздам, как говорится, чуть-чуть тяжко. Прямо ты остановился почти. 60. Ну, не, я 70 еду постоянно. Серьёзно? Что-то прямо... Ну, я так смотрю на тебя, ты прямо у меня ползёшь-ползёшь. Так, у меня вверх машина уехала. У меня 55. Опять-таки, отрыв тоже есть. Отрыв небольшой, но он есть. 60, я думаю, я возьму. И, возможно, даже 65. Вроде как... Ой-ой-ой, вот это плохо. Ой-ой-ой. У меня берн... Всё. Сдохло. 60. Ну да. 10 баллов разница. То есть, она просто шлифовала. Вот чисто берн-аут, как на месте бывает. Шлифуют, короче, сзади колёсами. Тоже так же вот она у меня ехала вперёд. Понимаю. Да, интересность, интересность. Но, опять-таки, 10 баллов ребята от меня уплыли. Porsche Panamera, Mercee и Beha. Всё плюс-минус одинаковое. Что у меня? Что это такое? Что у меня весь дрявый? У меня одна рама и кабина. У тебя нормально всё? А, он прокачанный, типа. Он тупо прокачанный. Ух ты, ёп твою мать. У меня что-то появилось. Чего это такое? Да-да-да-да-да. Это аппарат. Это стол геймера, что ли? Что это такое? А, это колонки. Ё, это Тойота. Ёшка. Ха-ха-ха. Это что за хрень? Понимаю. Но я лучше Beha, конечно, выберу. Чё-то я не доверяю. Но хотя под капотом мы посмотрим. 2,4. Ну, лять. Ну, так и быть. Врубай на всю тогда. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какую музыку вы слышите. Будет интересно почитать. А, не-не-не. Я не знаю, какая-то не та-не та. Это ненормальный. Я мать. Это не поедет у тебя толком. Но я её сейчас облегчу. Уберу всё ненужное. Ну, там под капотом, как бы, скорости хорошие. Поэтому. Короче, вот, ребята, вот так вот эта машина выглядит. Просто без всякой херни. Я ещё даже броню уберу. Так. Ну, слушай. В целом, вот если убрать все вот эти овесы непонятные. Очень даже ничего. Я так понимаю, что вот это сзади, ребята, это либо светоскопы, которые, типа, ну, там яркие огоньки и все дела. Либо это, не знаю, дым какой-то. Шашки, потому что прям такие. Ну, тюнинг неплохой. Тойота. Хэ-люкс. Ну, такое. Хе-хе. Неплохо, но странно. Так. Ладненько. Едем стараемся. 45 есть. Ну, слушай, 204 было под капотом, но я еду тяжко. Она тяжёлая. Чё, по зацепу? Так. Ну, зацеп есть. Хорошо. Так. Ты уходишь вверх. Ты в итоге чё выбрал? 55. А то я болтал-болтал, не заметил. Бэху? Да, я взял Бэху. М3, видать, у тебя там была. Так. Ну... О, ты сдалека белый стал. Понимать. У меня как-то странно. У меня... 60 взял. Падает скорость, ловится зацеп, но сейчас я шлифую и всё. 65 взял. Такое себе. 55 у меня, и как бы машина всё вздыхает. Да. Приехала. Слишком тяжёлая оказалась. Так. 65. И всё, ты тоже вздох. Я тоже приехал 65 на чёрный. Плохо. Плохо, ребята. Димка с каждым раундом уходит вперёд. А у нас ещё половина серии. Есть шансики, но они прям, ну, такие малые вообще. Альфа Ромео, новенькая херня. И Форд тоже херня. Так. Херня у меня тоже и чит. Ура, ура, ура. Чит, 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 чит. Хоть кривой, хоть какой, косой, но чит. Это всё же, да. Всё же это чит в любом случае. Так. Ну, это мои потенциальные 100. Ну, это стопроцентные 100. Даже кривой чит проедет, ребята, поэтому... Мне кажется, тут сомневаться-то не стоит даже. Ну, хорошо, хорошо. Ну, конечно, у тебя скорость там была 700, ты говоришь, в среднем. У этого 650. Но в целом тоже 70, 75, 80. Тут тоже хорошо. 85, 90, 100, всё, улетел. 150 по-любому заедешь. 100, да, 100 вообще. На язычах вообще, без каких-либо проблем, понятное дело. Да, ребята, это богатый Центурия вроде она называется правильно. Можете меня поправить в комментариях. Но окей, хорошо, хоть что-то рандом не завёз, и я, наконец, заспаню три тачки. А то что-то всю дорогу две-две-две. Так, где... Эй, куда ты три тачки спанешь, я ещё еду. Да ты не заедешь до туда. Да тут ты даже не заедешь. Но ты наивный-наивный малый. Так, ну слушай... Ну хотя бы 80 взять, будет вообще хорошо. Нет, она точно не возьмёт. Но, возможно, 60, 65, потому что мы видели такие машины. Короче, это Chevrolet Capri вроде, насколько я помню, полицейская. Она такая себе. То есть под капотом там ничего выдающегося. Да и вообще вот этот пак машин полицейских, он такой себе весь. Но, тем не менее, ползёт, зацеп. Я смотрю, поймал уже полтишок. Есть. Слушай, ну мои вот эти 100 баллов сейчас как-то вселили немножко надежду. Я как-нибудь, ну, наверное, раунда 3, может быть, отыграл. Но вопрос, куда ты залезешь. Я думаю, 60 всё-таки она возьмёт. Полицейские машины. Ну не знаю, пока ездим, пока 55. Мощные. А, всё. А нет, зацеп? Нет, была вторая. А, вторая была. Шлифуют жёстко. Кстати, вот у меня так же шлифовала тачка какая-то, ехала. Ну ты всё, ты что-то прям подыхаешь. Чё по скорости? Нет. 40 постоянно. Ну, 60 будет, как я и думал. Как и ванговал. Такие машины плюс-минус даны, ребят. На зацепе хорошо. И вот. Ой-ой-ой. Уже всё, след пошёл. Тормозной жёсткий. И... Да. Всё. Остановилось. 60. В принципе, плюс-минус такие машины столько и берут. То есть можно, ребят, смело говорить, что 55-60, наверное, это где-то золотая середина, в общем-то, которую, ну, большинство средних машин могут покорить. Так, ну давай. Спауни две машины, у меня три. Опять она. Опять она. Ну, она дала мне, кстати, сколько? 70, да? 75 она мне дала. Не помню. 75 она мне дала. Так, хорошо. У тебя стингер. Феррари хотя бы что-то. И такая херня. Ну, короче, ребят, я возьму, конечно же, Феррари. Можно даже на ней не ехать, просто посмотреть за Димкой. Она мне 75 в прошлый раз дала. Я думаю, что в этот раз она мне не меньше даст. Понятное дело, что я её и беру. Поехали, 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 поехали. Стингер. Стингер, стингер, стингер. Плюс-минус как Кобра, короче. Она не самая хорошая машина. Но, опять-таки, зацеп, возможно, есть. Это будет интересно. Проверь. О, продувочку можно сделать. Сейчас вроде нитро, ребята, у нас восполняется вообще просто так. Когда ты даже сидишь в машине, это довольно-таки удобно. Слушай, ну, я тебя догоняю по скорости, да. Еду лучше. Если я на 75 брала, ты, наверное, возьмёшь, ну, опять-таки, 60. Ну, плюс-минус. Я думаю, что так и будет. Ну, я вижу, да, я вижу. Ну, тебе там хорошо. Мух, наверное, ловишь. На скоростях едешь. Без стекла-то переднего. Я точно ничего не ловлю. А вот персонаж, возможно. А, ну. 45 я сдох. Понимаю. Ну, короче, я не знаю, есть ли смысл ехать. Эта машина уже была, и как бы мы знаем-то, куда она доедет. Я не думаю, что она хуже поедет. Это не тот самый эксперимент, где ты, допустим, прыгаешь в лину или по блокам едешь, где у тебя там какая-то доля рандома есть, что ты можешь там облажать. Здесь ты, в принципе, едешь и едешь. Чё думаешь? Ну, их же две таких Феррари. Ты уверен, что это именно та? Блин, я посмотрел под капот, но она остановится. Но это она. Нет, зачем? Это она. Та же самая. Нет разве? Ну, я знаю, что их две таких. Одна из них плохая. Ну, окей, тогда проедем. Если честно, что-то я на старте не посмотрел, но я думаю, это та же самая. Ребята, пишите в комментариях, отличаются или нет. Я вот, кстати, да, я помню, что одна Феррари такая летает хорошо, а вторая такая. Прямо реально непосредственная. Ну, это, кстати, скорость на 60 уже в 25 сбросила, но зацеп есть. 60 бежала, да. Только я не помню, там 65 было или 70? Вроде 75 было или 70, что-то такое. Она ехала. Да, она едет, хорошо, 65 будет. Опа. Опа. Вот и всё. А вот и всё. Так, а ради интереса я под капот загляну. Да, ребят, это другая. Димка был прав. Димка был прав, окей. Ну, слушай, если бы на фуфляне у тебя получилось, было бы вообще прикольно. Окей, 60 баллов. В любом случае... Так, я есно. Эх ты, эх ты, глазастый, смотрите. Ну, ладно, хорошо, в любом случае. Ё-май. Дамп и... Эклипс, куда тебе три? Пошёл ты в задницу. Дамп считается. Всё считается. Ну, ладно. Так. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно. Такой себе скоробей херня и крузак тоже херня. ЛС-100, блин. Вообще не лучше. Ну, скоробей зацеп, возможно, хороший. Ну, финик тут самый быстрый. Так, а скоробей у нас же не прыгает. Он же нормально едет? Ну, я вот не помню. Короче, я возьму скоробей. У него хороший зацеп, а вот по... Не помню, поехали. Вот и я не помню. Про зацеп вот тоже вот только помню, поэтому его я и возьму. Окей, ребята, скоробей одна из первых машин, которые, я помню, нашёл на спуск без тормозов. Ещё старый, когда мы с Чилида сбрасывали тачки. И он, кстати, был прям очень хороший. У него подвеска прям такая интересная. Едет он всего 106, но, как говорится, едет уверенно. И самое главное, чтобы он скорость не терял. Потому что если он потеряет скорость, то мы потеряем надежду. Это нехорошо. Так, ты едешь на 35, ребята. А у нас ещё будет, ну, наверное, заездика 2-3. Поэтому есть шансы вырваться вперёд. Правда, по баллам вы видите счёт, я не вижу. В принципе, это неплохо так. Давай, Эклипс. Я в тебя верю. Эклипс, ну, не выдающаяся машина. Но, опять-таки, зацепы, зацепы здесь, ребята, штука хорошая. И, кстати, у Скоробея проблема. У него всё-таки под капотом, походу, слишком мало лошадей. Я на 35 сейчас встану, походу. А нет, зацеп поймал. Короче... Ё-моё, всё, у меня шлифовать стало. Так, на полтиннике, да? Да, я тебя вижу, вижу. Не доехал до 60, но у Скоробея прям вообще всё плохо. Чё-то прям не нравится мне, если честно. Так, смотрим за тобой. Пока не вижу. 40 взял. Нормально. Такая, казалось бы, тачка. Лютый зацеп. Ну, зацеп есть, ладно. Он, то есть, разгоняется, то есть, с 10 где-то до 40, но он быстро дохнет. Но, опять-таки, уперся в 12, в 14, и опять зацеп поймал. Короче, давай полтишок, хотя бы ничью, и уже будет неплохо. А то, если честно, я что-то в шоке немножко. У меня ещё кот проснулся, бегает там чё-то. Ну, не-не-не, тормози, тормози, 40 тебе достаточно. Куда ты, куда ты на полтинник взял? Ну, он уверенно едет, кстати. Едет уверенно, самое главное. Да, вообще уверенно едет. Вот такая вот машина спереди, ребята. Ну, короче, футуристически непонятный такой, реально, на скоробей, похож на жука какого-то широкий. Слушай, ну, зацеп, если сейчас не сдохнет, я 55 возьму. То есть, он пока что, вот, как бы, едет не быстро, но зато за счёт зацепа. 15, 14, 13, 12, всё. Да. Ну, хоть 50, не так много. 8, 7, зацеп, 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 на последнем километре. Нет. А вдруг? Бывает такое, ребята, что машина цепляется, но тут уже просто на остатки ехали. А что ж, у нас ничья, по три тачки у каждого. Давай посмотрим, что нам ещё завезёт рандом. Мерсик, быстрый, неплохой. Феррари плохая. И Брабусяндер. Брабусяндер, надеюсь, тот самый. Это тот самый, у которого 300 лошадей под капотом. Это интересно. Ой. Это интересно. Ой-ой-ой-ой-ой. Что берёшь? Эскалейд, эскалейд, эскалейд. Так, подожди, а у кого три тачки? Стоп, у меня было 40. У нас, не, у нас одинаковое количество, у обоих три. Тогда у меня Чирон был, 2019-й Чирон. Да? А я не видел его. Я его случайно удалил. Я думал, что у меня две тачки всего лишь, у меня был 2019-й Чирон. Ну, бери, правда, я его не видел, ребята, я что-то честно просмотрел. Не, он у меня был, 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 ты увидел бы его. В кадре он, скорее всего, был, ну окей. Да, он был, 100%, я тебе говорю. Ну, потом при монтаже посмотрю. Если нет, то хэштег фуфил. Окей, окей, хорошо. Короче, 6 на 6 гелик, ребята, самый быстрый, который у нас есть. 300 лошадей под капотом. Кстати, едет 200 пока, что неплохо. Чирон, понятное дело, что заедет на 70 где-то плюс-минус, я, в принципе, его знаю. А вот про гелик, кстати, интересности. Гелик первый раз такой мощный. Кстати, полтишок еду вообще на ези пока. У тебя как бы Чирон реально вроде на 70 лет Лучше чем Чирон Так, 60 еду Скорость 130 как бы 65, отличнейший гелик Ребят, посмотрите Шикарно просто Так, вот этого уже не понравилось У меня задняя ось колес Немножко шлифовать стала 75, но я еду Не, пока еду, но такое 80, шлифун включился Все, 80 Сдох сразу Моментально сдох, я думал зацепы какие-то будут, но нет Ну 80 достойно, ребята, это первый гелик, который смог Который реально неплохо заехал Чирончик поднимается, ребят После Чирончика сделаем, наверное, еще один раунд Последний Я думаю, ты тоже 80 возьмешь, хотя Нет 75 Окей, давай последний заход сделаем Три машины у меня, две у тебя, ребят Баллы, вы видите, гелик стал Не стал, а приехал выше Чем Бугат Это реально интересно довольно-таки Это жестко Это обидно, с одной стороны Ну, мэйби Бентайга хорошего у тебя вроде как Так, у меня уже две тачки не спаунятся Странно Так летающая не считается И вот такая хрень Я даже не знаю, ребята, чему отдать предпочтение 175 Я урус добавил Я урус добавил В итоге, когда вот эту бентайгу убираешь, урус спаунится вместо него по этому имени А когда, короче, она стоит, то она спаунится Я еще думаю, какого хера у бентайги название урус Вообще бред Молоделу привет, короче Так, 35 едом Еду увереннее, чем ты Но я, ребят, не уверен, что я в этой серии победил Вы видите вообще количество баллов? Ну, я еду 45, ну, плюс-минус 60, думаю, заеду, как красота Гетер такой, не самый лучший, не изма Но, тем не менее, тут вообще там почти остановился у меня, я смотрю 40 ед, вообще тяжело ешь уже Ну, мне кажется, там, если зацеп не поймаю, что приехал Я, в принципе, тоже, думаю, далеко не уеду Ребята, жду от вас активности Пишите комментарии Не забывайте ставить лайки Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал И зовите друзей Там до миллиона осталось чуть меньше 20 тысяч Может, чуть больше Ну, короче, вообще, там, копейки же Надо добить Надо добить дружно оперативников Короче, подписывайтесь на все хаков, которые у вас есть Там, не знаю, с мамкиных, с папкиных Короче, будет нормально Как говорится, масса решает Так, слушай, ну, я на 60 еще зацеп поймал Ой-ой-ой Ну, я пока 45, и у меня зацеп тоже на первой передаче есть В 65 прям, но я ворвался на скорости в 60 прям с зацепа Ох ты, какой зацеп унизма, ребята Я в шоке Бэт вообще 70 хотел Не хотел, а получи Ну и все Здесь я, конечно, и остановлюсь Я на зацепе еду Ёш-ёш-ёш-ёш Все 50, и я пошел вниз А вот у меня интересности Ну, не хватит Уже не хватит Конечно, слишком Такой крутой угол Что ж, ребят По баллам не знаю, кто победил Думаю, что плюс-минус я пытался дойти рядом Ну, скорее всего, Димки чуть больше Ну, хотя не знаю, ребят, все, как говорится, вы видите сами Мы не знаем В общем-то, всем спасибо за просмотр, всем до скорой встречи Всем пока-пока, ребят